Всем привет! С вами, как всегда, я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Да, сегодня я вам показываю очередной бульон. Это не домигляс, конечно, потому что он делается только из куриных костей и обрезков, но это тоже концентрат красного бульона. У него есть некоторые отличия с тем концентратом, который я вам показывал вот в этом ролике. Почему я сегодня зател это видео? Я столько раз, с тех пор, как снял этот ролик про бульон, про домигляс, отвечал на вопросы, можно ли готовить его еще из каких-то костей, что у меня складывается впечатление, что люди прокручивали, видимо, тот ролик, не глядя, что я там говорил. Так вот, конкретно домигляс, тот соус, который называется домиглясом, я не снимал и не показывал, потому что домигляс – это несколько сложнее, чем просто концентрат красного куриного бульона. Туда добавляется вино, добавляются пряности и прочее. Я показываю заготовку, которую делаю регулярно. И эта заготовка служит основой для домиглясов, для, например, соуса, который я вам показывал вот в этом ролике про ребрышки, или для рецепта со свининой, свиные щеки. Вот здесь щелкайте и смотрите, если пропустили. Эта основа совершенно потрясающая, это совершенно классный аромат. И применяю я его и в хвост, и в гриву. Практически везде, где мне нужно добавить яркости к получающемуся соусу. Я понимаю, что огромная куча жителей бывшего постсоветского пространства к соусу относятся с некоторым пренебрежением. Для них соусы – это то, что из баночки, майонез или кетчуп. Когда я говорю про соусы, я подразумеваю нечто большее. То, о чем думают французы, может быть. И то, что в советском общепите называлось подлива. То есть, это нынешнее, сегодняшнее блюдо, не блюдо, это нынешний концентрат бульона, это основа для того, чтобы получать совершенно потрясающие, классные вкусы и ароматы, которые добавят яркости вашим блюдам. И второй момент. Если вы внимательно смотрели мои выпуски, а не снимали, посмотрите сейчас. Например, вот этот ролик – куриный суп. Например, вот этот ролик – куриные крылышки Баффало. Это целая куча всяких рецептов, которые я уже показывал. Когда я беру курицу, разделываю ее на части, обдираю мясо с костей, или оставляю только ножки, снимаю грудки, остается остов, остаются концы крыльев. И все это дело я складываю в морозилку и говорю, потом я из этого все приготовлю. Так вот, посмотрите, сколько у меня скопилось этих обрезков. Это за последние, наверное, месяца 3-4. Все это дело у меня лежало в морозильнике. Сейчас здесь около 2 килограммов. Все это дело я переработаю. Причем, еще раз застряю ваше внимание, совершенно необязательно все это делать непрерывно, как я буду это делать сейчас. Перерывы допустимы, более того, даже полезны, наверное. Так вот, сейчас я все это дело заложу в духовку, доведу до коричневой, а потом, когда у меня появится время, выварю из всего этого классный бульон. Итак, приступаем. Сначала нужно крупно, без всякой мелочи, нарезать овощи. Видите, какими крупными кусками? Совершенно нет никакого смысла здесь что-то мельчить. Дело в том, что запекать все это дело я буду до коричневой. То есть, важно, конечно, не сжечь, но как можно больше коричневого на этих кусочках мяса должно быть. Именно эта коричневая, эти продукты реакции Майяра и дают нам тот аромат, ради чего мы все это дело затеваем. Второе важное отличие от демигляса, про который я ссорвался в начале. Тот демигляс готовился из говяжьих костей, этот из куриных. Так вот, для курицы очень-очень-очень желательно добавлять при обжарке грибы. Они очень сильно подчеркивают куриный аромат. С ним будет очень классно. Так, сухое молоко, про него говорил. Дело в том, что продукты реакции Майяра получаются при температурной обработке мясных белков в присутствии сахаров. Вот эти самые сахара я и вношу сухим молоком, лактозой. И опять же, здесь тоже есть молочные белки. То есть, вместе все это дело даст нам дополнительное количество этих самых продуктов реакции Майяра. То есть, сухое молоко выступает здесь в роли катализатора этой реакции. Так, ну и остаток всего этого дела это помидоры. Дело в том, что помидоры при запекании, при обжаривании дают очень приятный вкус и аромат, и даже цвет этому гульону. Поэтому некоторые, от совсем небольшое количество здесь тоже будет в тему. Итак, вы видите, как у меня все получилось. Отправляю в духовку. Про время не скажу. Возможно, займет 2 часа. Возможно, полтора. Посмотрим. Температура 200 градусов. Все, ждем. Так, запекался у меня весь этот замечательный набор для бульона 2,5 часа. И вы видите, как он стал прекрасного цвета. Сейчас все это перекладываю в кастрюлю и начинаю медленно-медленно варить. Но вываривание сегодня у меня, наверное, не закончится. Конечно, можно было бы и подольше запекать, много раз переворачивая все это дело, чтобы все стороны этого набора хорошенько зарумянились. Но в этот раз я делаю бульон не очень темного цвета. Мне сейчас нужно... У меня есть в наборе в моем холодильнике темно-коричневый с очень насыщенным вкусом и ароматом бульона. Сейчас я хочу получить чуть более легкий, так, чтобы его можно было использовать не только в качестве легкой добавки, но и чтобы на основе небольшого добавления вот такого бульона готовить какие-нибудь супчики. Все это можно, наверное, вот так вот там переложить. Да, и, конечно, нужно обязательно потом, когда все будет готово, удалить отсюда весь жир. Жир в таком бульоне не нужен совершенно. И не потому, что я там сейчас про здоровое питание или про вред какой-то. Нет, просто жир в данном случае сам по себе имеет слишком сильный вкус и аромат, и это значительно осложняет работу с таким бульоном. Сложно угадать, что же в конце получится, когда добавишь такого бульона с жиром. Заливаю водой. Количество воды на килограмм этих костей вопрос абсолютно неважный. Дело в том, что мы сейчас варим не суп. Нам сейчас главное в процессе длительного вываривания из косточек, из зарумянившегося мяса выварить в бульон все вкусы, все ароматы, все вот эти вот следы реакции Майяра, продукты реакции Майяра. И поэтому в течение всей этой длительной варки, которая может продолжаться в случае с куриными костями 2, 3, 4 даже часа, так вот, в течение всего этого времени главное следить, чтобы в результате медленного, тихого кипения все кусочки, все постоянно было покрыто водой, то есть при необходимости подливать. То есть мы не загущаем на этом этапе бульон, а вывариваем из костей все вот эти продукты реакции Майяра. И кипение должно быть маленькое, потому что при сильном кипении жиры начнут окисляться, омыляться, и это придаст бульону достаточно неприятный привкус. Все, я запускаю все это дело на варку, а встретимся мы с вами завтра уже, я думаю. Доброе утро! Вчера забыл про этот бульон, и варился он у меня не полтора, не два часа, а все три, и достаточно сильно выкипел. Поэтому я сегодня с утра, и загустел, кстати, как холодец, поэтому я сегодня с утра отдалил еще воды, побольше вскипятил, чтобы можно было побольше слить, так сказать, всех вот этих веществ. И сейчас он не горячий. Собственно, подходим к заключительной стадии. Сейчас нужно аккуратно все это дело слить. Он отцеживается, а я пока сполосну в кастрюлю, в ней же и буду выпаривать потом. Так, кастрюля готова. Для удобства надо, наверное, подставить тарелку, чтобы не закапать весь стол. Так, все, пусть это сливается до конца. Ну, а бульон отправляю в кастрюлю, буду выпаривать. Смотрите, сколько у меня бульона в результате получилось. Он уже сейчас имеет очень мощный аромат. Это очень вкусный бульон. Вчера вечером, кстати, когда он у меня тихо кипел, я про него забыл. Ко мне в кабинет пришел один из моих малолетних операторов с вопросом, можно ли ему выцепить мяско из этого бульона, из самого бульона. Он очень-очень-очень насыщенный. И на таком бульоне крепком, конечно, добавив немножко воды, потому что он все-таки слишком концентрированный, можно готовить совершенно потрясающие овощные блюда. Так, жир я собираю при помощи половника. Мне кажется, это удобнее, потому что слой жира здесь, ну, наверное, добрых миллиметров 8. Конечно, удобнее всю эту сборку жира делать, когда бульон совсем застыл, отправить его в холодильник. И если вы будете с перерывом готовить, то вам, наверное, и стоит так поступить. В холодильнике верхний слой жира застынет, его можно будет снять лопаткой или ложкой, а потом выпаривать этот бульон. Ну, вот так вот. Все. В таком виде я оставляю теперь уже на достаточно сильном огне на выпаривание. и остановлю выпаривание тогда, когда он загустеет и станет такой карамельной консистенцией. Можно, конечно, его в таком виде заливать в банки и хранить, но объем, соответственно, его будет больше. И если у вас достаточный размер холодильника позволяет это делать, то можно, конечно, не выпаривать. Но у меня холодильник небольшой, слишком много в нем всего нужно еще и выпихивать, поэтому я буду концентрировать его еще дальше. До встречи! Все, бульон выпарился, очень сильно сконцентрировался, загустел, и его можно убирать. Собственно, на этом все закончилось. Смотрите, какое он. Это натуральная карамель, бульонная карамель. Видите, остается след на дне кастрюли. Вот именно до такого состояния я и довариваю его. прямо в горячем состоянии перелюю его в банку. Это великолепнейший концентрат. Ни в каком магазине вы его не купите. Он пахнет очень хорошо поджаренной курицей. И представьте, что буквально вот в одной столовой ложке этого бульона вкусов и ароматов как целая, то есть двух куриц, хорошо сильно поджаренных. А теперь подумайте, вот вы собрались приготовить какой-нибудь соус. Допустим, жарили курицу, у вас на тепло с него много сока, и там есть жирок. Жирок, понятно, вы его удалили, а этот сок имеет достаточно приятный вкус и аромат. Естественно, его хорошо бы подчеркнуть, усилить, потом добавить сахар, я не знаю, какой-нибудь кислоты в виде лимонного сока или, допустим, какого-нибудь ароматного уксуса, соль и перца. И это классная основа для соуса к этой вот вашей пожаренной курице. Но он недостаточно концентрированный. И вы берете ложку такого бульона, добавляете в него ложку этого концентрата, и ваша жареная курица с вот этой вот подливой становится в 10 раз ярче и вкуснее. Поэтому всякий раз, когда вы разделываете курицу, снимаете грудки, тем более это экономнее, складываете эти кости в морозилку, наберется целая куча, не переводите добро на просто какие-то супчики, приготовьте этот концентрат. Это классная штука. Я не знаю никаких других приправ, еще чего-то, что я бы использовал так же часто, такие концентраты. Это очень классная штука. И что самое главное, несмотря на то, что занимает уйму времени по готовке, делать это можно по частям. Копилось у вас, копилось в морозильнике вся эта груда костей, появилось время, забросили все это дело в духовку и запекли. И в таком же виде можно было убрать в холодильник или даже в морозилку до следующих времен, когда появится время. Появилось и выварили все это дело. И вываривать можно в 3-4 этапа, всякий раз, когда есть время. Сконцентрировали опять же. И вот такая баночка у вас будет храниться в холодильнике, если вы больше ничего не добавляли. Здесь нет ни соли, ничего, столько концентрат бульона. Будет храниться черт знает сколько времени. Ну и конечно все зависит от бактериальной частоты, потому что это отличная среда для развития бактерий, плесени и прочего. Поэтому естественно банка должна быть церилизована. На сегодня это все. Очень вас прошу приготовьте эту штуку. Вы будете рады. Это совершенно классная штука. Спасибо за компанию. Всем пока. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова